Святитель Ян Златоуст Толкование на Евангелие от Матфея 32-е толкование беседы Не выслушать только должны мы сказанное в Священном Писании Но исполнять на деле Не об одних ведь апостолах сказано это Но и о последующих святых Итак, постараемся сделаться достойными, принять их к себе Смотря по расположению принимающих, мир может и приходить к ним и опять удаляться Это зависит не от власти только учителей, но и от достоинства приемлющих Не станем же считать для себя маловажным потерю, если не насладимся этим миром О котором еще издревле провозгласил пророк, говоря Прекрасны ноги благовествующих мир Исаия Причем, изъясняя достоинства мира, прибавил благовествующих благое И сам Христос показал важность этого мира, говоря Мир оставляю вам, мир мой даю вам Иоанна 14 глава 27 стих Поэтому должно употреблять все старание, чтобы наслаждаться им Как дома, так и в церкви И в церкви предстоятель дает мир И это служит образом мира, даруемого Христом И поэтому предстоятеля должно принимать со всяким усердием Предоставляя ему не столько трапезу, сколько свое расположение Если худо не удаляться от трапезы То не гораздо ли хуже отвергать благословляющего Для тебя сидит пресвитер Для тебя стоит учитель Трудится и изнуряется Какое же ты будешь иметь извинения, когда и слов его не принимаешь Церковь есть общий всех дом Куда мы входим за вами, по примеру апостолов Почему и входя тот час же по заповеди Христовой Всех вообще приветствуем миром Итак, никто не будь не родив, никто не будь рассеян Когда священники входят и проповедуют по учению За это угрожает немалое наказание Лучше для меня тысячекратно подвергнуться презрению Входя к кому-нибудь из вас в дом Чем не быть выслушанным, когда здесь приветствуют вас миром Последнее для меня гораздо несноснее первого Так как и дом этот несравненно важнее Здесь хранятся великие наши сокровища Здесь все наши надежды И что здесь невелико, что недосточтимо И трапеза эта несравненно почтение И слада с ней твоей домашней трапезы И светильник этот, твоего светильника Это знают те, которые с верою и благовременно Помазавшись елеем, получили исцеление И эта сокровищница Несравненно превосходнее необходиме твоей сокровищницы Потому что в ней положены не одежды, но милостыня Хотя и немногие владеют этой сокровищницей Здесь и ложа лучше твоего успокоения Доставляемое священным писанием Приятнее всякого ложа И если бы мы соблюдали совершенное согласие То кроме этого мы не имели бы другого дома А что это не трудно, свидетельствуют Те три тысячи и пять тысяч верующих Которые имели и дом, и трапезу, и душу одну У множества верующих, говорится Была одна сердце и одна душа Деяние 4 глава 32 стих Но так как в этой добродетели мы далеко отстали от них И живем по разным домам То по крайней мере, когда собираемся сюда Будем ревностно исполнять ее Если мы недостаточны и бедны в чем другом По крайней мере будем богаты хотя в этом Поэтому, хотя здесь, когда входим К вам, принимайте нас с любовью И когда я скажу Мир вам, вы скажете И духове твоему Скажите не голосом только, но и сердцем Не устами только, но и духом Иначе, ежели ты здесь скажешь И духове твоему мир А вышедший будешь восставать против меня Будешь меня презирать, злословить И тайно поносить бесчисленными ругательствами То что это за мир Впрочем, хотя ты и будешь меня всячески злословить Я даю тебе мир от чистого сердца С искренним расположением И ничего худого никогда не могу сказать о тебе У меня отеческое сердце И хотя иногда я осуждаю тебя Но делаю это, заботясь о тебе же А если ты втайне язвишь меня И не принимаешь в дом Господнем То страшусь, чтобы ты еще Не увеличил моей скорби Не тем, что оскорбил меня Не тем, что выгнал меня Но тем, что отверг мир И навлек на себя Столь жестокое наказание Хотя я и не отрису праха Хотя не пойду от тебя прочь Но угроза остается Во всей своей силе Я часто приветствую вас миром И никогда не перестану приветствовать Хотя вы и с презрением И с презрением меня будете принимать Я все-таки тогда не отрису праха Не потому, чтобы я не хотел Повиноваться Господу Но потому, что весьма горячо люблю вас Притом, я ничего и не терпел для вас Не предпринимал дальнего путешествия Пришел к вам не так, как приходили апостолы Ничего при себе не имея За что и виним Наперед себя винил Пришел не без сапогов Не без другой одежды Почему, может быть, и вы Выпускаете своей стороны должное Только этого Недостаточно для вашего оправдания Пусть мы подвергнемся большему осуждению Но это немало не служит к вашему извинению Господу нашему славу Во веки веков Аминь